Доброго вечера воскресного, друзья. Не доброго вечера, а мне, другим. Здесь скандал случился в Краснодаре. В бар Сергея Жукова, ну того самого, который руки вверх, не пустили человека в военной форме. По этому поводу Жуков сегодня сделал заявление, вы его сейчас услышите. Здесь два момента есть. Во-первых, конечно, те люди, которые сражаются с нацизмом, они бесспорно заслуживают респекта везде и всегда. Это просто даже не обсуждается. Но есть второй ведь момент. Любой человек может надеть камуфляжную форму. Насколько я понял, у того же Сергея Жукова в его заведениях есть определенный дресс-код. Поэтому, наверное, это прозвучит там туповато и банально, но просто нужен индивидуальный подход. Люди, которые работают в этих заведениях, да и во всех остальных, они как-то должны фильтровать и понимать, если это действительно речь о военных, даже не обязательно тех, которые имеют отношение к СВО. В принципе, армия, ее надо уважать. Знаете, это Наполеон, по-моему, сказал, что те, кто не хочет кормить свою армию, будут кормить чужую. Но то же самое можно сказать и про уважение к армейским. Но мошенников-то тоже хватает. Поэтому еще раз индивидуальный подход. Ну вот сегодня в соцсетях, в новостях стали появляться сообщения с такими заголовками в духе участника СВО, не пустили в бар, или там наших военных не пустили в бар Жукова. Ну вот это уже неправда и подмена понятий. Я вообще, когда об этом узнал, сразу же сделал первое, первое, что я сделал, я сделал две вещи. Вот первое, сразу отменил правила о запрете на вход в камуфляже во все наши бары. Ребята на самом деле правы, времена изменились, и камуфляжная одежда вообще не должна служить причиной не пускать в бар. Это абсолютно нормально, теперь все будет по-другому. Второе, я постарался связаться с этими парнями. Ну, если эти ребята и правда военные, или вернулись из зоны боевых действий, я лично приглашу их к нам, вместе с друзьями и со служивцами. Просто времена нынче такие, что вот, ну не знаю, любой провокатор с телефоном может представиться кем угодно. Ну, вы же не хуже меня знаете, так бывает. Многие телеграм-каналы стали призывать, я не знаю, там, рушить сайт, рейтинг баров, обвинять в непатриотичности из-за вот непроверенной информации. Это, ну, просто глупо, ребят. Я думаю, что мы решим обязательно этот вопрос. Парней не пустили не потому, что они военные или были в форме. Парней не пустили из-за камуфляжа. Просто камуфляж без знаков отличия. Но такого уже больше не повторится. Правила мы поменяли, и старые правила я уже отменил. Но, кстати, запрета на военную форму у нас никогда и не было в наших барах. Наших защитников Родины мы всегда любим и всегда рады их видеть. Так было и так всегда будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова